Привет всем добрым людям. Вчера я в фейсбуке проделал квест, что в переводе на русский я спрашивал своих подписчиков, интересно ли им будет посмотреть мою очередную видеозарисовку об интервью. Ну, о каком вы сами догадываетесь. Я сообщил, что мне удалось записать в прямом эфире оригинал, то есть 8 числа, и что я нарежу его на 10 коротких клипов с моими комментариями. По-видимому, мой вопрос большинством был не понят, так как я увидел 50 отзывов, которые сказали, что они уже послушали разных комментаторов, и им неинтересно. Однако 10 человек, которые знают меня лучше других, все же заинтересовались. Поэтому начинаю. Внимание и хайп к этому интервью зависит от того, что в Америке сейчас очень много контроверсий в отношении решений о помощи Украине. И это, конечно же, должно волновать как жителей Украины, так и друзей Украины во всем мире. Главной заморочкой, конечно, являются предстоящие выборы президента США и острые коллизии между демократической и республиканской партиями, а также разборки внутри самих партий. Трамписты уже ринулись с мясорубками наперевес в свой последний и решительный бой. А 6 января 2021 года была лишь легкая разминка. Всего лишь 6 месяцев тому назад в Америке легко решались вопросы о финансировании Украины. Но сейчас все резко изменилось. Почему? Для этого есть очень много предпосылок. Об этом я расскажу в дальнейшем. Так почему же все-таки именно сейчас вызвали Такера Карлсона, а не кого-нибудь другого? Ответ прост. Уже в течение нескольких лет Карлсон на всех медиаканалах вещал о том, что он предбереженец РФ и что Путин делает все правильно. Но вы же понимаете, его босс Дональд Трамп говорит о том же. Могу с большой уверенностью предположить, что как пройдоха Карлсон, так и его рыжий босс делают это не бесплатно, а за большое бабло. Окей, немного затянулся вступлением, еще 2 минуты перейдем к интервью. Профессиональный журналист большого калибра должен так разговаривать интервьюируемого, чтобы в результате широкая публика получила какую-то шокирующую новость, либо открыла для себя что-то новое. Однако, эта режиссированная Кремлем программа представляет из себя много раз пережеворную жвачку с душком ржавой селедки. Именно этот факт и привлек меня. Я, как дипломированный психосоциолог и как специалист по препарированию крыс, решил показать вам анатомию предсмертного разложения опасно больного общества двуногих прямоходящих млекопитающих гуманоидов, которым присущи повадки диен и шакалов. После первого же вопроса Хуйло Путин пустился в геоисторические гебри, откуда он в течение 20 минут вещал о своих собственных болезненных галлюцинациях. В это время дипломированный историк и друг Трампа Карлсон лишь своей зашуганной мимикой пытался спасти убогого пляшевого старца. Бесполезно, Бобик сдох. Когда руководителю государства нечем похвастаться о его достижениях сегодняшнего дня, он ударяется в луже историю и уподобляется сексуальной рассказчице Шахерезаде из «Тысяча одной ночи», где главным было возбуждать воображение слушателя. И при этом нужно обязательно в страстной ухмылке эротически шевелить губами. Вот это как раз у Хуйло вышло на пятерочку. Сами увидите. Многие из моих подписчиков на фейсбуке на мой вопрос, интересно ли им посмотреть это интервью, моей интерпретации. Большинство людей уверенно заявили, что они уже все это видели в исполнении Фейгина, Штейтельмана, Яковенко и прочих уважаемых представителей разговорного жанра. Так что вы, доктор Зилмен, вряд ли сможете соревноваться с такими всезнающими челами. Однако ж я попробую. В связи с тем, что я еврей, начну показ с обратной стороны. Не со стороны исторических знаний Владимира Владимировича Хуйла, как это было задумано режиссерами этого порно-сексуального интервью. А потому что если бы я начал все по порядку, как те другие, то 90% слушателей немедленно бы отключились. Так как это уже было заранее пережевано теми же Фейгином, Штейтельманом и прочими Гордонами. Подавляющее большинство моих зрителей – это вменяемые и психически здоровые люди. Я надеюсь, что вас, как и меня, в первую очередь, конечно же, интересует секс. Но для того, чтобы вас не отвлекать и вы сильно не возбуждались, все-таки мы сейчас перейдем на экономику, что немаловажно. Всех людей в мире очень интересует, как себя чувствует доллар США. Ну вот, тут как раз я поймал этот момент, что об этом говорил Владимир Хуйло. Это я вам покажу через одну минуту, но сейчас немного о состоянии острой коллизии между РФ и странами НАТО. За последние 30 лет практически все малые и средние страны Восточной Европы не пожелали дружить с РФ и с Хуйлом. А решили добровольно и незамедлительно присоединиться к НАТО. Даже такие, как в Венгрии. Только лузеры и ущербные сателлиты, боясь ядовитых крыльков Кутина, держатся за него, как рыбы прилипалые, присосавшиеся к акуле. Но когда акула сдохнет, они ее с удовольствием сожрут. Из этого можно сделать основной вывод. Ни Такер Карлсон, ни Илон Маск, ни сам Трамп со своим кодлом трампистов. Понятия не имеют о том, о чем действительно мечтают нормальные разумные люди. Подобные Карлсону Халу и обожатели диктаторов готовы за грязное бабло продать папу, маму и душу. Они готовы на все, что угодно. И они, конечно же, не могут понять главного, что такое по-настоящему быть свободным и здравомыслящим человеком. Они, эти убогие клоуны, постоянно играют роль промокашки из известного советского фильма «Место встречи изменить нельзя». Вот, напоминаю. Перед дверью останавливаться. Стволы и ножи выбрасывать. Дверь под прицелом. Так что без всяких фокусов. Шаг вправо, шаг влево, попытка к бегству. Стреляем без предупреждения. Пошли. Адюль. Оружие брось. Оружие брось. Выходи. Выходи. На черной скамье. На скамье подсудимых. И его доченька Нина. И какой-то жиган. Это было во вторник. Ну, надеюсь, что вы не скучали 7 минут и 7 секунд. А теперь я вам покажу вырезку прямо из самой середины. этого двухчасового интервью. Только не скажите, что вам уже кто-то это показывал именно в такой форме. В середине интервью был прямой вопрос от Такера Карлсона. Вот с этого, увы, и начнем. Рассчитанный на этот золотой миллиард. И тогда, только в этом случае, мир будет стабильным. А сейчас вы услышите из уст самого Путина, что американский доллар является стабилизатором не только экономики, но и всей мировой политики. Смотрите, как Карлсон внимательно слушает. Устойчивым и прогнозируемым. А дайте пока голова разделена на две части. Это болезнь. Это тяжелая болезнь. Тяжелое заболевание. Вот мир проходит через этот период тяжелого заболевания. Но мне кажется, что благодаря, в том числе, честной журналистике, они как врачи работают. Может быть, удастся как-то это все соединить. Если здраво поразмыслить, то для того, чтобы в голове у Манкурта появились хоть какие-то здравые мысли, по-видимому, явно нужен ядерный взрыв, соединяющий позитивные контакты. Ну, приведу один пример. Американский доллар объединил весь мир во многом. И, как вы считаете, исчезнет ли доллар как резервная валюта? Каким образом санкции изменили место доллара в мире? Вы знаете, это одна из грубейших стратегических ошибок политического руководства Соединенных Штатов. Использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы. Доллар – это основа основ могущества США. Я думаю, что все это прекрасно понимают. А теперь примите к сведению и запомните раз и навсегда, что доллар – это и есть главный инструмент могущества США. Это официально заявил сам Хуйлов. Сколько они напечатают долларов, они по всему миру разлетаются. Инфляция в США минимальная. Сколько там? По-моему, 3%, примерно 3-4, что ли. Вот. Приемлемая для США абсолютно. А печатают-то бесконечно. Конечно. Ну, о чем говорит долг 33 триллиона. Это же эмиссия. Тем не менее, это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство приняло решение использовать доллар в качестве инструмента политической борьбы, они нанесли удар по этому американскому могуществу. Я не хочу употреблять каких-то литературных выражений. Но это глупость. И огромная ошибка. Вот смотрите, что происходит в мире. Даже среди союзников США сокращаются запасы в долларах сейчас. Все смотрят на то, что происходит. И начинают искать возможность себя обезопасить. Но если в отношении некоторых стран США применяют такие ограничители меры, как ограничение расчетов, замораживание авуаров и так далее. Это огромная тревога и сигнал для всего мира. Вот что бы у нас происходило. У нас примерно 80% до 2022 года в России, 80% расчетов во внешней торговле России были в долларах и евро. При этом долларов было примерно 50% в наших расчетах с третьими странами. А сейчас, по-моему, осталось только 13%. Но не мы же запретили использование доллара. Мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчеты в долларах. Я считаю, это полная дурь, понимаете? С точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединенных Штатов, потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединенных Штатов в мире. В Америке, чтобы бедные не завидовали богатым, специально выпускаются вот такие вот салфетки. И песня «Rich man, poor man». Они поют, что богатый человек может купить себе все, что угодно, а бедный может только иметь вот такие вот салфетки. И то хорошо. И накрыть свой стол и получать удовольствие от жизни. Иметь поляну вот такую за домом. А главное, конечно, чтобы никто никому не завидовал. Посмотрите, хуйно уже позавидовал. Теперь у нас расчеты в юанях были, кстати, 3% примерно. Сейчас 34% мы рассчитываемся в рублях. И примерно столько же, 34% с небольшим в юанях. Зачем Соединенные Штаты это сделали? Я могу только объяснить самонадеянностью. Надеюсь, вы заметили, какое большое внимание хуйно уделяет баблу. Особенно американским долларам. Как он их любит? Думали, наверное, что все рухнет. Или ничего не рухнуло. Больше того, смотрите, другие страны, в том числе нефтепроизводящие страны, начинают говорить и делают уже, рассчитываются за продажу нефти в юанях. Но вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это в тех же Соединенных Штатах? Что вы делаете? Зачем вас избрил? Что? Я говорю, зачем усы избрил, дурик? У кого? Спросите, с кем имею честь? Владыжинский Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика. Вы не знаете, зачем Володька усы избрил? Усы? Я по-быстрому объясню товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени. Сами себе обрезаете то, что всегда у всех экспертов. Вы спросите любого умного и думающего человека. Что такое доллар для США? Сами его убивают. Я думаю, что это действительно справедливая оценка. Следующий вопрос. Может быть, вы обменяли одну колонельную державу на другую, но более такую щадящую. Но, может быть, Брикс сегодня в опасности того, что более добра колонельная держава Китай будет там доминировать. Это как хорошо ли для суверенитета? Как вы думаете? Контрразведчик должен знать всегда, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому. Порой даже. Самому себе. Мне можно. А те из вас, кто досмотрели до этого момента, считай, везунчики. Я с вами, вы со мной. Вы немец? Увы. Почему вы? Потому что мне не приносят второй порции кофе. А настоящий кофе здесь давит по первому требу не только тем, у кого чужой паспорт. Да? А мне дали второй раз. У меня есть коньяк. Хочете выпить? Спасибо. У меня тоже есть коньяк. Зато, вероятно, у вас нет салями. У меня есть салями. Значит, мы с вами хлебаем из одной тарелки. Кто бы сомневался. В каком вы звании? Я дипломат. Советник третьего управления МИДа. Значит, это вас все проклинают. Во всем виноваты именно вы. Почему? Потому что вы определяете внешнюю политику. Потому что это вы довели до войны на два фронта. А в конце покажу вам нарезочку мимики героев этой комарильи. И, конечно же, главная цель их жизни – это бабло. Бабло, бабло, бабло. Сейчас вам об этом споет мой друг Аркаша Северный. С того света пей. Мы постепенно уже укладились от блатной лирики в сторону салона мещанских ромальцев, которые божали молоденькие домработницы, которые только что приехали в город и села и прогуливаясь с детьми, совслужащих встречались с молодыми курсантами различных военных академий. Они вышли за них сейчас замуж, и теперь уже генеральшие. Растут люди в нашей стране. Вчера она без ума была, отоденуя шляпу морскую и так далее. А сегодня она уже не любит и уже ей и не нравится и Бетхомен. Вот группа слушателей просит спеть нам песню из кинофильма «На графских развалинах». Пожалуйста, какой может быть разговор после восьми обысков? Ну, вы же знаете, что я люблю интригу. Поэтому песня про бабло будет в следующей серии. Пишите! Пишите!